Каникулы еще не закончились, а ученикам, скорее даже их родителям, уже пора задуматься о начале нового учебного года. Ведь именно сейчас наступило время обновить школьный гардероб. Задача эта непростая и сильно затратная. В среднем собрать ребенка к первому сентября стоит порядка 15 тысяч рублей. Да, сюда входят канцелярские принадлежности, рюкзак, но львиную долю суммы составляет именно форма. Заходишь в один магазин, там красивая форма, другой, там тоже здоровская форма, которую хочется купить. Дети у них тоже глаза разбегаются. И если, например, мои дети еще два года назад при покупке школьной формы просто были как манекены, я на них мерила, то теперь они высказывают свое мнение, они говорят, мне это нравится, мне это не нравится. И, как правило, нравится то, что подороже. В связи с этим Московской областной думой в этом году был принят закон о выплате компенсации на покупку школьной формы в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка. Но это касается лишь многодетных семей, и закон начинает действовать только с этого учебного года. Остальным же придется безвозмездно участвовать в школьном шоппинг-марафоне. Сейчас такой огромный наплыв конкретный, то есть все готовятся, очень-очень сильно требуют потребности, поэтому поставляем форму. И если с мальчиками проще – рубашка, брюки, пиджак или джемпер, то покупка формы для девочки будет затратнее и сложнее. У школьниц существует даже своя мода, и предпочтения каждый год меняются. У нас девочки в классе ходят в юбках, в сарафанах. Юбка – это женственно, приятно, красиво. И она бесспорно выглядит модно. Какой бы бюджет вы не выделили на свое чадо, опытные родители советуют. Красивая школьная форма придает уверенности в себе ученику и дисциплинирует, поэтому экономить на ней не стоит. Только вот мальчикам, которые еще учатся в начальной школе, возможно, стоит выбрать джинсы брючного кроя, потому что ребенок, он и в школе остается ребенком. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.